Приветствую вас! Я предлагаю вам для начала оттолкнуться от таких, ну я надеюсь, простых, понятных положений о том, что само слово наслаждаться моментом, скорее всего, где-то вами было услышано от кого-то, скорее всего. И по этой причине, по причине, по вот это ваше слово, вот эта вот ваша фраза была услышана, ну, у кого-то. Вы восприняли это, ну, как, знаете, как директиву, что вы должны, вы должны и наслаждаться моментом. Вот это именно долг. Я полагаю, что если я прав, то именно от, собственно, долга, именно от долга вам нужно освобождаться. Безусловно, потому что, ну, понятно, что ничего хорошего из этого не будет. Для этого нужно уметь, для этого нужно, значит, пережить это, для этого нужно заново, вот, эпизод, в котором вы получили это, вот эту вот, ну, эту фразу, да, нужно пережить, его нужно выявить и нужно поменять к нему отношения, вот. Это можно сделать в процессе работы. Это можно сделать в процессе работы. Метод называется возрастная регрессия, если вы хотите, ну, если вам интересно. И, соответственно, это работает. То есть, если относиться к делу серьезно, то это работает. И это поможет вам, собственно говоря, поменять свое отношение, вот, к этим, к этому проживанию момента. Потому что, ну, еще раз повторяю, да, еще раз повторяю, что у вас это скорее, знаете, как, у вас это скорее как долг, как обязанность, это не как, что-то такое, знаете, позитивное, от чего можно и нужно получать наслаждение, вот. Кто-то от вас этого требует, чтобы вы, значит, ну вот, именно так, да, воспринимали данный аспект. Кто-то от вас этого требует. Кто именно, я, конечно, не знаю. Кто именно требует, я, конечно, сказать не могу. Но знаю, что, скорее всего, кто-то такой у вас имеется. Перфекционизм, значит, и, собственно, потребность в том, чтобы идеально прожить момент. Да? По сути, это желание доказать. Вот вы говорите, что у вас появляется мысль, нужно насладиться моментом. Вот, чья эта мысль у вас? Чья она мысль? Давайте подумать. Чья мысль? Не ваша ведь точно. И фактически, фактически, получается запрет на наслаждение. То есть, стимулирование происходит... Стимулирование происходит чего? Стимулирование, вроде бы, происходит на социальном уровне того, чтобы вы в момент проживали и наслаждались им, да? Да? Вроде бы, на социальном уровне это происходит так. А на психологическом уровне вам дается запрет. Запрет. Запрет на то, чтобы вы наслаждались жизнью. Запрет на то, чтобы вы наслаждались моментом. И вот, собственно, результат. Вот он, этот самый результат. То есть, результат именно вот в этом. В том, что вы запретили себе фактически накладаться. Ну, запретили, понятное дело, не вы себе, а запретил, запретил кто-то вам. Вот. Но с этим нужно разбираться, кто именно вам запретил и почему. Вот. Ну и, соответственно, почему вы перфекционизм проявляете, значит, только в этом, да, а не на, ну, а не в учебе. Вот. Здесь, на мой взгляд, ситуация такая, что вы проявляете перфекционизм свой там, где для вас это важно. Важно. Вот. Ну, по факту. Вот. Вот где важно, а вы там и проявляете перфекционизм. То есть, где для вас закрепилась значимость. Вот. Ну и, соответственно, не сложно догадаться, что значимость нужно опускать, найти, потому что по-другому не получится. И, соответственно, когда уже она будет найдена, тогда вы и сможете выработать к ней адекватное отношение. Вот. Ну, своё адекватное отношение. А пока что вы так и будете стремиться к тому, чтобы достичь какого-то результата, добиться вот этой вот вершины, которые, как вы сами понимаете, да, совершенно недостижимы, а если достижимы, то абсолютно неоправданными средствами, вот, абсолютно неоправданными усилиями. Вот. Ну, вам для этого, ещё раз повторю, нужно поработать над вот этими вот аспектами. Пока. 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 Просто поприслушивайтесь к себе. Пока просто поприслушивайтесь к себе. Вот. Кто говорит? Кто говорит? Кто говорит вам, что моментом нужно наслаждаться? Чей это голос звучит у вас в сознании? Вот. Ну, соответственно, соответственно, если как только, как только, если вы себе на этот вопрос ответите, то вам, я уверен, сразу будет легче. Вот. Сразу же. Надо хотя бы вы поймёте, кто это и чего от вас хочет. Кто чего от вас хочет. Кто что от вас хочет. Вот. И, соответственно, с какой целью. Вот. Вам будет легче. Ну, а дальше уже нужно будет поработать, прошить, ага, и, собственно, чтобы вы полностью избавитесь от того, что вы сейчас чувствуете. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.